Первый такой велопробег состоялся в 2009 году. С тех пор они проходят регулярно. Начиная с мая месяца и по конец сентября, как позволяет погода, паломники на двухколесных машинах проселочными дорогами следуют к намоленным местам. Протяженность маршрутов небольшая, от 15 до 55 километров. Это делает велопробеги доступными для людей пожилого возраста и детей. Были у нас периодически такие моменты, когда, например, шел ливень, когда наступал, все промокали до нитки, и там девочки маленькие, дошкольницы, и школьницы показывали себя гораздо иногда лучше, чем ребята. Они гораздо мужественно все это терпели, ехали, несмотря ни на что. В общем, можно сказать, что детям это нравится, и для них это важно и интересно. Маршрут паломнического велопробега составляется так, чтобы посетить два-три храма и монастыря, где для участников проводятся экскурсии. Так решается сразу несколько задач. Заинтересовать молодежь, сплотить людей и показать храмы, округи. Ведь на Видновской земле очень много церквей, имеющих богатую историю. На мой взгляд, еще очень важно, что в последнее время появляется много новостроек в районе, и уже новоселы начинают участвовать в велопробегах, через это узнавая больше о данной местности, об истории, и, так сказать, приобщаясь к, может сказать, коренному населению. Поэтому это сплачивает, объединяет людей, которые буквально здесь хотят продолжить свою жизнь, здесь поселиться, основаться. Это очень здорово. Если вы хотите обогатиться духовно и при этом подтянуть фигуру, не откладывайте. Ближайший велопробег состоится уже 8 августа в субботу. Велосипедисты-паломники проследуют по берегу реки Москва в соседний Раменский район. А 15 августа желающие смогут посетить храмы Видного и познакомиться с историей Бутовского полигона. Татьяна Снежко, Алексей Иванов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.